Девушки собирали вербу для сплетения корзинок или изизы забирают, они готовят для изизских. Она перешла речку, потом сделала для своих двух детей такую, ну на берегу она поставила своих детей, чтобы они купались в мелкой воде. И она легла на воду, так как была одета в очках, она купалась. И вода понесла чуть-чуть, она стала, была где-то до пояса вода, по их словам. Она начала прыгать, а те, кто рядом был, думали, что она шутит. Но через пару метров она снова стала, начала уже кричать сильнее, чтобы поможить, потому что вода понесла. Там уже сильное течение, уже занесла где-то посередине речки. И сестра там ближе, выше стояла, с одной девушкой еще. Они обе прыгнули в воду, и там был их брат родной. Тот побоялся, то из истерики не мог прыгнуть. И то, что Розалинда, то, что померла, тоже понесла воду, русло посередине. И осталось, что по 13 лет, и она говорит, что они знают, как она, то она выплыла. Начали их искать, там родичи, знакомые. Позвонили туда в хуст водолазам, сказали, что им дадут добро, туда они выезжают сразу. Через 10-15 минут они выехали. Водолазы приехали, там на месте мы начали искать, но не мы. Эти трое водолазы где-то через 30-40 минут нашли то, что прыгнула за ней наша сестра. Водолазы объяснили, что там где-то глубина 12 до 15 метров, что невероятно, но там такая глубина. Рано в 5 часов местного мне позвонил брат или сестра, что отец нашел другую девушку, то, что самая старшая, из-за уровня. То, что было 24 года, то двое детей. Это по неубережности их. Потому что родители казали, что не надо идти в такую речку, но там дуже сильное течение у нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...